Это вечерняя Астрахань. О делах студенческих поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в студии руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин и заместитель председателя Астраханской региональной организации Российский союз молодежи Анна Алехина. Здравствуйте. Здравствуйте. На днях в Министерстве образования и науки Астраханской области состоялось большое совместное совещание. Уже не буду перечислять всех, кто там принимал участие. Вы тоже там принимали участие. Как я поняла, повестка была исключительно по делам студенческим, по молодежным вопросам. Давайте от этого тогда оттолкнемся и расскажите, о чем, собственно, говорили, по какому поводу собирались. Ну, я скажу, что для нас это традиционное совещание такое в начале года по инициативе непосредственно Российского союза молодежи. Здесь мы проводим такую встречу с представителями, руководителями студенческих самоуправлений. И общаемся с ними о тех проектах, которые будут реализованы, которые стартуют впервые, которые уже давно развиваются в регионе, реализуются на будущий год. И, собственно, отвечаем на все вопросы, на какие-то инициативы и так далее. И непосредственно первым, что мы обсуждали, это была Российская студенческая весна, фестиваль Российской студенческой весны. Ну, я думаю, все образователи... Он уже очень давно проходит. Да, вот так как в этом году 30-летие проекту непосредственно Российской студенческой весны, фестиваль, мы тоже всегда стремимся что-то обновлять со своей стороны. То, что можем добавлять на региональном уровне какой-то аспект. Агентство ПДМ поддерживает данный проект на протяжении 16 лет. И всегда мы активно взаимодействовали с учебными заведениями, давали экспертную базу, ресурсную базу. И, в общем-то, ну, достаточно с каждым годом свой уровень повышаем, и количество победителей наших призеров растет. Мы решили, что со своей стороны, плюс из этого большой для себя, это возможность проведения уже по итогам фестиваля, проведения, так скажем, гастрольного тура такого для нашей творческой молодежи у нас в регионе, в муниципальных образованиях. Талантливые ребята, которые займут места, которые, в принципе, пройдут на всероссийский уровень, почему бы им не встретиться и не показать свои таланты на муниципальном уровне? Будет такой тур, да? Они будут ездить по районам. Хотелось бы, конечно, максимального приурочить ко Дню молодежи, чтобы это был действительно хороший праздник в муниципальных образованиях с нашими активными творческими молодыми людьми. Но «Студенческая весна» — это творческий проект, да? Большой фестиваль. Да, это самый, наверное, масштабный фестиваль для творческой молодежи, и наши студенты с радостью ждут этого события, потому что это как праздник постоянно. Вот у нас он планируется с 12 по 15 апреля. А сейчас мы уже ведем информационную кампанию, чтобы все подавали заявки, потому что я уверена, что каждый творческий студент найдет номинацию себе по душе. У нас есть и театральное направление, и танцевальное, и инструментальное, и вокальное, и даже арт, и медиа, и в этом году популярный ТикТок — это тоже есть. То есть любой творческий человек найдет себе номинацию по душе. Но там возрастные рамки, да? У нас, да, в этом году расширили возрастные рамки. Участниками могут быть молодые люди, студенты от 16 до 35 лет. То есть уже да. Такие поздние студенты к вам в 35 лет приходят, хотят выйти на сцену на студенческой весне? Я уверена, что такие будут. Даже студенты, которые на заочном отделении, они тоже могут принять участие. И к 30-летию приурочили разделение на высшее учебное заведение и колледжи. То есть если в прошлом году все ехали на один фестиваль, то в этом году будет два фестиваля. Для высших учебных заведений будет в Самаре, а для средних будет в Челябинске. То есть это еще больше участников, еще больше возможностей для молодежи. И я уверена, что наши ребята достойно себя покажут на всероссийском уровне. Сейчас вы принимаете заявки на региональный этап. Да, у нас сначала будет с 9 по 23 марта отборочный в учебных заведениях. А затем уже, кто успешно пройдет отбор, выходит на региональный этап с 12 по 15 апреля. Пока еще думаем, где он будет проходить. Может быть, в филармонии, скорее всего. И там уже будет такой масштабный фестиваль. Так что ждем зрителей. Нам обязательно нужны зрители, которые будут поддерживать. Я думаю, что это будет очень масштабно. Так, если, вы сказали, в учебных заведениях будут проводить отборочные этапы. Если нет, в учебном заведении ничего не проходит. Можно заявку подать напрямую вам? Ну, да, можно подать заявку напрямую. Но у нас во всех учебных заведениях проходят отборочные. Если в связи с пандемией не будет возможности провести отборочные, то можно как-то рассмотреть возможность онлайн. Потому что, опять же, мы хотим, чтобы ребята выходили подготовленные на региональный этап. У нас жюри постоянно дают обратную связь, мастер-классы проходят. Бывает такое, что участник проходит на региональный этап, но ему, например, советуют поменять программу. И поэтому, конечно, обязательно мы должны всех участников отсмотреть. Ну вот, кстати, к вопросу о пандемических вот этих всех ограничениях. Ведь студенческая пора, она такая быстро проходящая. Это такой небольшой этап в жизни. И вот мне кажется, за последние два года многие студенты, молодежь, которые сейчас, у них самая горячая пора, когда общаться, где-то выходить на какой-то для себя новый уровень, а их, эти наши условия, ограничения, ну, немножечко приземлили. То есть они как бы потеряли в этом, скорее всего. Вот как удается обходить эти пандемические ограничения каким-то легальным путем? Ну, откровенно говоря, онлайн-формат, который зачастую предлагается в тех мероприятиях, которые были, будь то большая форумная компания или крупные мероприятия региональные, он, конечно же, определенную долю молодежи привлекает, но не всех. Все равно молодежи хочется в живое общение. Живое общение и непосредственно реализовать себя воочию, не онлайн. И мы стараемся крупные мероприятия, возможно, разбивать на мелкие, более мелкие мероприятия, локально разбивать эти проекты различные. И хочу сказать, что помимо этого молодежь сейчас активно общается посредством добрых дел. Ну, вся деятельность, которой сейчас нуждается и регион, и наш регион в том числе, в сфере добровольчества, взаимовыручки, помощи, ну, это действительно такое новое направление, которое помогает сегодня молодежи объединиться. И пример, вот мы недавно общались с ребятами-волонтерами, подводили итоги наших новогодних акций, Новый год в каждый дом. И хочу сказать, что это, ну, действительно обратная реакция такая, что теперь молодежь еще не только между собой общается, но и общается с ребятами, с детьми, то есть с поколением младше, с поколением старше. Такая коммуникация выстраивается, и я понимаю, что это огромный плюс, в принципе, ну, идеологическая возможность этого общения, она рождает новые проекты, новые инициативы. Поэтому сама молодежь находит выходы, находит варианты. Тот, кто хочет общаться, он действительно найдет те проекты, в которых это возможно. И сейчас добровольчество развивается во всех образовательных организациях, и активно создаются штабы волонтерские, уже созданы. Хочу отметить, что особенно в тяжелые периоды, когда нужна помощь в медицинских учреждениях, активно подключаются профильные учебные заведения, Астраханский государственный медицинский университет, с его студентами активно ведут работу, ну и, конечно, другие по различным направлениям. Поэтому здесь возможности есть для молодежи и себя реализовать, и помочь. А как поощряют этих активных молодых людей? Есть какие-то способы, ну, хотя бы спасибо сказать? Я понимаю, что они все на добровольной основе, на энтузиазме делают, но все равно это же надо, наверное, как-то отметить, чтобы не впустую, чтобы они чувствовали отдачу. Да, мы говорим об этом на разных площадках. Конечно, здесь и руководство региона заинтересовано по поощрению добровольцев, наших общественных деятелей, поэтому есть наши губернаторские стипендии. Есть у нас сейчас конкурс по поддержке некоммерческих организаций, субсидии, которые софинансируются фондом президентских грантов, и здесь, в регионе, непосредственно в прошлом году, это было 27 миллионов, которые были разыграны между организациям на реализацию их проектов. Но я считаю, это серьезная поддержка. У нас более 40 организаций получили такую поддержку, те, которые действительно вносят вклад в развитие. Как раз инициативные, да, вот молодые люди. Конечно, и различные проекты с разной сферой, это и социальная помощь инвалидам, работа с детьми, попавшими в трудную жизнь, в ситуацию, патриотические проекты, творческие, много-много всего. Это, конечно, приоритетное участие в той же форумной кампании, в крупных мероприятиях. Мы стараемся, чтобы та активная молодежь, которая сегодня, в том числе, опирается наша молодежная политика, чтобы они и развивались, и чувствовали, что регион думает о них. Поэтому мы стараемся еще получать коммуникацию обратно, и периодически встречаемся с ребятами по разным направлениям, и в том числе обсуждаем, что им интересно в качестве поощрения. И бывает просто решение каких-то административных вопросов даже в рамках их деятельности. Бывает, что нужна более системная работа с учебными заведениями и так далее. То есть даже не сколько есть потребность что-то получить непосредственно себе, сколько получить организации, и за это уже благодарный актив общественных организаций. То есть обращаться надо к вам, когда есть какие-то вопросы? Ну вот в агентство по делам молодежи? Конечно, я думаю, в первую очередь к нам. Можно, конечно, обратиться в своих учебных заведениях к руководству, которое опять же с нами будет проговаривать, прорабатывать определенные вопросы. Я, вот мы как раз на этой встрече, которая у нас прошла со студентами, мы говорили о том, что те, кто приходит в агентство, так или иначе получают помощь, поддержку в решении своих проблем. Ну, то есть это же комплексная история, поэтому мы стараемся работать совместно. Нам надо прерваться на пару минут и продолжим еще этот разговор. Это вечерняя Астрахань. О делах студенческих мы сегодня говорим с нашими гостями. У нас в студии руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин и заместитель председателя Астраханской региональной организации Российский союз молодежи Анна Алехина. Расскажите еще о работе студенческих советов. У нас несколько вузов в Астрахани, и в каждом, как я поняла, есть свой студенческий совет. Это избранный орган. Как он работает, чем занимается и вообще в чем смысл студенческих советов в вузах? Да, студенческие советы в вузах сейчас они должны быть в каждом учебном заведении. И в вузах, и в колледжах. Но это как бы помощники, руководство, такая прямая связь между руководством и студентами. Студенческий совет, чтобы каждый из студентов мог в своем учебном заведении реализоваться. А как он формируется? Он формируется, это выбранный орган. То есть сами студенты выбирают? Да, сами студенты выбирают своего руководителя, доверяют ему такую должность, чтобы он выражал их интересы перед руководством. И, конечно же, студенческие советы сейчас в Астраханской области активно работают, проводят различные мероприятия у себя в вузах, различные фестивали, акции. Также они нам помогают реализовывать наши проекты и программы. Ну и один из методов поддержки студенческих советов, это, конечно же, рейтинг студенческих советов Российского союза молодежи. Да, каждые полгода подводится итог их деятельности. Вы выбираете лучшие советы. Да, мы выбираем лучшего, но, конечно же, и они могут друг у друга принять опыт в реализации. Ну, как говорится, здоровая конкуренция. То есть это еще один такой некий конкурс, да? Да, да. Как бы форумное, еще форумное пространство. Да, то есть, получается, в конце года они все собираются, все вместе и презентовывают свою деятельность. Все, что у них прошло за год, классного, интересного, они рассказывают. Ну и потом экспертное жюри, конечно, присуждает первое, второе, третье место отдельно вузам и отдельно колледжам. Но это, я считаю, хорошая возможность для студсоветов посмотреть вообще, как ведется работа в других учебных заведениях, перенять опыт, пообщаться, познакомиться. Также они сейчас начинают друг друга в гости к себе приглашать на свои мероприятия, чтобы у нас все активно взаимодействовали студенты. А как быть с сельской молодежью? Вот у нас вузы все в городе, да? Ну, ребята из районов учатся в вузах, но не все, наверное, в городе живут. Кто-то, может быть, ездит, да, далеко. И вот эта вот вечная нехватка времени у студентов, как это решается? Есть для специальные какие-то возможности, какие-то проекты для сельских студентов? Ну, я думаю, вот про пространство развития она еще скажет. Скажу, что мы много проектов уже ориентировали на именно муниципальное образование, на работу там, на работу в селах. Транслируем практически все и стараемся, чтобы не только ребята приезжали сюда, в город, но чтобы и мы к ним с нашими проектами, с инициативами приезжали непосредственно в муниципальное образование, работали там. Поэтому развиваются отделения крупных общественных организаций, в том числе Российского союза молодежи в муниципальных образованиях, которые помогают, способствуют развитию там такой определенной молодежной инфраструктуры и инфраструктуры для молодежи. И хочу сказать, что даже мы пересмотрели большие свои крупные проекты в этом году. Например, нашу форумную кампанию. Хотим, чтобы наш форум состоял из двух основных направлений. Это экономика территорий. То, что как раз касается развития села, сельского хозяйства, ПК, профориентации в этой сфере. И это непосредственно туризм, но туризм с привязкой опять же к территориям. То есть эко-туризм, агротуризм, событийный туризм. У нас много интересного для молодежи, в том числе много интересного, проходит в Астраханской области, не только в городе. И хотелось бы рассказать об этом еще и на всю Россию, потому что участники нашей форумной кампании, представители со всей страны, особенно с Южнофедерального округа. Ну, я думаю, это большая помощь будет даже главам муниципальных образований, в том, чтобы, может быть, увидеть какие-то инициативы молодежи, проекты, конкретно которые мы проработаем, поддержать их и реализовать себя в регионе. Это такой патриотизм, мне кажется, такой малой родины. У нас же действительно столько брендов наших, астраханских, которыми гордятся наши люди. Ну, наши даже, не буду далеко ходить, наши уезжают, например, кто-то добивается чего-то. В КВН, я не знаю где, в каких-то творческих моментах, в научных каких-то направлениях. Они же все равно скучают по Астрахани, они все равно приезжают, они нас помнят. А получается как-то привлечь их обратно, чтобы наши не уезжали. Я все время за это боюсь, что уезжают наши студенты. Самые-самые, самые талантливые, самые творческие. И мы, и у нас утечка мозгов и творческих людей. Вот, кстати, еще один проект, точнее, программа Российского союза молодежи как раз таки направлена на создание молодежных сообществ в селах, в городах. И чтобы эти сообщества, они были настолько прочными, чтобы как раз таки, да, молодежи... Сплоченными. Да, сплоченными, чтобы они хотели не куда-то уехать, а остаться у себя на месте и менять жизнь вокруг себя к лучшему. Вот, например, одна из таких программ, это пространство развития. Она направлена на вовлечение молодежи в развитие малых городов и сел. В чем она заключается? Мы принимаем заявки на команды от четырех человек. У этой команды есть идея, но они не знают, как правильно ее реализовать у себя на месте. Мы проводим обучение. Оно несколько дней ведется обучение. Как свою идею сформировать в грамотный проект. А идеи может чего касаться? Как, что сделать? Социальное развитие села, а также всякие творческие идеи. Возможно, они хотят у себя провести фестиваль в селе, но не знают, как это сделать. У них нет возможности, не могут они поэтапно все это расписать. И мы как раз таки их обучаем, чтобы они свою идею могли сформировать в проект, а затем уже подать на грант и привлечь деньги. То есть в итоге, как заработать вы их еще учите? Как на этой идее заработать? Да, в прошлом году, например, вот у нас команда с Володарского района, она прошла обучение и привлекла грант на реализацию проекта по профориентации молодежи. Я хочу сказать, что у нас на базе агентства «Позвал молодежи» создан центр поддержки некоммерческой организации гражданских инициатив, который также способствует обучению, то есть обучает, способствует написанию таких проектов, грантов, подачи их на различные грантовые конкурсы, фонды президентских грантов Росмолодежи, и получить поддержку на их реализацию. По сути, мы создали такой центр именно для сопровождения. И здесь, опять же, двери для всех открыты. Мы готовы консультировать как онлайн, так и очно, и помогать людям прорабатывать заявки, помогать, но не только молодежи, всем абсолютно, кому это интересно и важно. То есть на творческих вот таких идеях можно тоже заработать? Ну, заработать можно на их реализацию, и непосредственно бывают проекты, которым, конечно, подключаются партнеры, коммерческие партнеры, и когда проект заканчивается, он потом становится на какие-то там рельсы, возможно, коммерческие, ну, бывают такие направления даже, и, собственно, и поддержка молодежного, молодого предпринимательства и так далее. Поэтому все возможно, все исходя из... Просто мне кажется, что это же вечная студенческая тема, постоянно нехватка денег, и где бы, и как подзаработать, да? А тут можно просто принести какую-то свою идею, да, и, возможно, как раз она и принесет, и станет стартапом каким-то в жизни. Ну, вот, а говоря о том, что молодежь уезжает, и такие действительно активные, инициативные, ну, во-первых, если мы не говорим о том, а сколько приезжает обратно, вот, это уже другой вопрос. Мы некоторых видели. Таких много, да. Перед Новым годом в филармонии. Вот. Мы, опять же, не говорим о том, сколько у нас еще здесь талантливых ребят, которые развивают свои проекты, и в том числе проекты, которые ценятся там на всероссийском уровне, и заинтересовали там крупные компании и так далее. Сохраняя, так скажем, здесь основной свой штаб в рамках развития проекта, транслируют свою методику и непосредственно предприятие на всероссийском уровне. Мы говорим о том, чтобы те, кто добился успехов, вот мы особенно про творчество, да, вот так часто приводим пример известных КВНщиков, которые сегодня у нас представляют там регион, и все знают, что это ребята там из Астрахани. Вообще в творчестве много действительно астраханцев, добившихся успеха на федеральном уровне. Мы стараемся, чтобы они помогали здесь создать такую инфраструктуру и транслировали свой опыт сюда, в регион, чтобы здесь развивались подобные площадки. Мы говорим о развитии КВН, мы говорим о развитии импровизации сегодня здесь, стендапа. И это, ну вот, например, в сфере там юмора. И я понимаю, что сегодня у нас получается вот это выстроить, выстроить это общение, коммуникацию, чтобы здесь качественные площадки появились, и молодежь понимала, что, ну, не всегда обязательно, чтобы добиться успеха, и чтобы тебя там видели, стать успешным блогером, юмористом. Это возможно здесь. Для этого вот мы создаем федературу. Не нужно уезжать. Да, и помогают нам вот такие наши лидеры, эксперты в этом направлении. Есть еще один момент, который тоже, мне кажется, довольно любопытен в жизни наших сегодняшних студентов. Это вот такой институт общественных наблюдателей. Когда студенты становятся такими активными, ответственными и наблюдают за какими-то процессами. Вот в какие процессы вовлекаются студенты в роли наблюдателей? И кто и как их обучает этому? Ну, у нас есть такой проект «Корпус общественных наблюдателей». Довольно-таки масштабный проект, как раз-таки, где обучают молодых людей в возрасте от 18 лет наблюдению, мониторингу за такими знаковыми событиями. Ну, в основном проект направлен на мониторинг проведения государственной итоговой аттестации, то есть ЕГЭ, ГИА. Но наши наблюдатели, они активно принимают участие в наблюдении за поправками в Конституцию, за выборами президента они наблюдали также, за выборами в региональные органы власти. Кстати, вот хочу отметить, что в прошлом году у нас «Корпус общественных наблюдателей» составлял порядка 200 человек. Да. И в этом году опять ведется прием заявок до 1 марта. И в этом году, скорее всего, мы также будем выезжать в другой регион. То есть наш «Корпус», мы его обучаем. То есть это не здесь происходит? Да. Ну, часть остается здесь, в Астраханской области тоже. А с чем связана вот эта необходимость выезда? Это объективность какая-то там должна быть достигнута? Непредвзятость? Ну, также ведется рейтинг тоже по нарушениям. И выбираются регионы, где больше всего нарушений на экзаменах происходит. И туда как раз-таки требуются наблюдатели. Из других регионов. Да, да. И поэтому вот ждем, куда нас отправят. В этом году, в прошлом году мы ездили в Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Но это тоже такая возможность для студентов попутешествовать, погрузиться в культуру других регионов. Ну и выполнять свою работу. Ну, это ответственный такой процесс, мне кажется, быть наблюдателем. Не просто сидеть там, да, ушами хлопать, извините за выражение. Как, где этому обучиться? И вообще, кто годится на роль наблюдателей? Кому-то же наказывают, наверное, да? Или всех подряд туда берут? Ну, определенные два условия. Только от 18 лет и гражданин Российской Федерации. В этом году мы получили поддержку от агентства по делам молодежи, субсидию на обучение, как раз-таки корпус общественных наблюдателей. Пройдет большое обучение, где все студенты получат знания о том, как правильно себя вести на государственной итоговой титации, какими знаниями они должны обладать, изучат всю нормативно-правовую базу. То есть они уже полностью подготовлены, будут знать о порядке проведения государственной итоговой титации, о том, какие там роли у участников, какие роли у организаторов. Ну, в общем, все от и до, и любое нарушение они выявят. Так что... Аня, что скромничает, но наша команда одна из лучших в стране, которая занимается этой деятельностью, наша молодежь, непосредственно большой опыт уже в этом направлении. Общественных наблюдателей. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что пришли. К сожалению, время передачи подошло к концу. Вам спасибо, что смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова